Вы старше шести лет, и вы слушаете Эхо Москвы. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Ну что же, всем привет. У микрофона Алексей Венедиктов. И не забывайте подписываться. Мне нравится первая же смс, которая пришла. Господин Венедиктов, я в черном списке. Вера. Вера, если вы в черном списке, почему я вас считаю в белую? Я могу вас отправить туда, но как хотите. Но вы там паранойя, я понимаю. Но как известно, если у вас паранойя, это не значит, что я за вами не слежу и не наблюдаю. Наблюдаю, слежу. Мы с этим не согласны. Мы пойдем в ЕСПЧ. За что мы отвечаем, за что мы не отвечаем. Буэнос-Айрес, привет. Новой Зеландия, господи боже мой, как нам здорово. Чрезвычайно важно. Боровичи-Новгородская нас тоже приветствует. Отлично. Я хочу сказать, что, конечно, бесконечное приставание подвигло сегодня... Кемерово, привет. И Иркутск тоже. Лос-Анджелес, Березняки, Пермский край. Я просто заодно смотрю. За любовь в Соболь. Тем самым ответить вот этим негодяям и подонкам, которые не дают ей жить. Борда из Сочи, привет. Калининград тоже. Ну, давайте поговорим о том, что эти люди вот такие. Давайте мы про них расскажем. Я думаю, что мы этим, собственно говоря, и займемся. Потому что это подонство должно быть закончено. Но у нас есть еще некоторые приемы, которые мы примерим. Не буду их пока обозначать. Бонн. Привет, Бонн. Барнаул. Торжок. Так вот. Тут было интересно, поскольку начинаются, кстати, вы... Да перепугу. Это была шутка. Пойдут челны. Отлично. Бершева, Висла-на-Одеры, Нью-Йорк, Киев. Красота неземная. Вот. Так что, значит, смотрите. Тут мне напомнили... Кёльн, привет. Да. Вот. И мне хочется вам сказать, что... Мне показалось, что гораздо эффективнее... А в данном случае речь шла об эффективности для меня. Я, кстати, не подписал ни то письмо... Ни то письмо, которое... Давайте не выходить на марш. Так. Я вообще как... Ну, вот, не подписываю. Вот. Извините, у меня глаза немножко закрываются. Поэтому я очки все время поправляю. Потому что не ожидал сегодня казахстанших меток. Ганрог, Пенза, слушайте. А, Сердобск, Лош-Пенз. Ребят, как хорошо, что нас так много, и мы всюду. Сургут, привет. Вот. Еще раз скажу, что для меня, когда у меня нет ответа, когда я не знаю точного ответа, я предпочитаю не высказываться. Потому что я для себя решил, что мое слово, оно весит, да? Вот этим 6500, 6500, вы посмотрите, 6500 не может быть, если это неправда. Но история заключалась в том, что мои сомнения, они нарастали и нарастали. Захватом разного рода барыг, сбытчиков и так далее, который смотрел то, что было в открытом. Архиз, привет. Таруса тоже. То, что мы это видели, и мы так это как-то... Он говорил, ну этого не может быть, так оперативники не работают. Не-не-не-не-не-не-не. Где вот этот протокол должен быть? Он меня все время вводил в смущение. Я бы сказал так. История же в этом, да? История в том, чтобы добиться понимания. И наши сомнения, мои, мои, мои сомнения, были окончательно, так сказать, побеждены в обратную сторону, скажем так. Когда стало известно, что у Голунова, у Ивана Голунова, он против этого, значит, у нас бы ничего не получилось. У нас бы ничего не получилось. Нам параллельно, или если хотите, одновременно удалось посеять сомнения, включая самый верх и включая президента Путина. Тут Василий Лин, мудак, говорит, хорош отмазываться, не ты ли говорил, давайте не будем мешать следствию? Конечно, не будем мешать следствию. Я настаивал на следствии, мудак ты. Понял? Смотреть внимательно мне в глаза и слушать, что я говорю. А то как пойдешь по этому делу, и все. Значит, пошли дальше. Вам это не нравится, ну, следуйте за другими. Переходим к чему? Переходим к... да, лайки можно ставить, ничего, ребята. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Так, похоже на разводку. Слушайте, когда вы говорите похоже, это значит, вам кажется. Ну, вам кажется хорошо, пусть вам кажется. Так, дальше без подписи, не буду ничего без подписи делать. Так, дальше мы молимся, ну, молитесь дальше. Слово убрали, неправильно используете. Любовь пишет, как вам не стыдно, что вы позволяете так выражаться в эфире. Мудаки должны знать, что они мудаки. Вас, Любовь, я уважаю, мудаков не уважаю. Ничем не могу вам помочь. Так, дальше это самое. Я вам напомню, что в уставе эхо у нас журналисты не имеют права быть членами политических партий. И, собственно говоря, принимать участие в политических манифестациях. Ну, вот, вы слышали, наверное. И поняли, почему я взялся делать этот рисунок, этот шарж. Сразу оговорюсь. Как к специалисту, к Венедиктову я отношусь с огромным уважением, считая, что я его действительно очень матерым, маститым специалистом в своем радиожурналистском деле. Безусловно. Меня удивило и поражает в этой радиостанции, которую я иногда хочу слушать, но просто не могу. Просто не могу. Вот как сейчас. Я включаю, и особенно, когда я попадаю на Венедиктов, беру, садится возле микрофона и начинает что-то вещать, все это, как говорится, туши свет, слушать невозможно. Во-первых, это мычание в виде постоянного а-а-а-а-а-а. Вот это постоянное. Я сделал эту нарезку, чтобы вы послушали. Я там на Ютубе сделал комментарий, в котором выразил, в общем-то, все, что хотел, давно хотел сказать. Алексей, уважаемый, ну вам надо срочно к логопеду. У вас же профнепривгодность, если вы хотите что-то говорить в микрофон. Мне кажется, даже я более как-то профессиональный сейчас перед микрофоном нахожусь. Ну, вы зачем издеваетесь над нашим родным языком, над слушателями, над вашей профессией? Что вас так тянет именно к микрофону портить эфир, портить воздух и вообще впечатление от вашей радиостанции? Ну, это же базор какой-то. Ну, у вас прекрасно получается ваше дело, занимайтесь вы им своим делом. Оно у вас, наверное, хорошо получается, радиостанции уже который год на плаву. Вы проведите эксперимент, вот как я, примерно так. Вы удалите из вашей записи все ваши вот эти «а», вот это все мычание. А потом посмотрите, сколько будет там, так сказать, чистых слов, чистого смысла. Ну, найдите время полечиться, если вам так хочется говорить с людьми. Тем более вы советуете другим тут лечиться, там, в аптеку и так далее. Вот, и самое-то главное, что все эхо, вся радиостанция, все ведущие, все, в том числе уже разъехавшиеся там, по заграницам, Латынина и другие, заразились этой венедиктовской профнепригодностью и поголовно все мычат. Слушать просто невозможно. Я начинаю слушать и выключаю это. Вторая причина, которая меня подвигла сделать этот вот вражеский шаж, да, хотя их называют дружескими, это хамство, которое, ну, просто пронизывает практически, ну, особенно венедиктово. Я, когда слушаю его, его ответы людям, его ответы слушателям, я вот тут привел примеры, это же вот только небольшая часть этого хамства, которое вы допускаете, вплоть до того, что уже практически матерное оскорбление вашим слушателям. У меня это знакомство с вашим хамством давным-давно, я как только начал слушать эту радиостанцию, и вас давно еще, я как-то дозвонился, один-единственный раз больше уже не стал звонить, в общем-то, и вы мне, вы мне лично нахамили просто, да. Я там что-то сказал, вам что-то не понравилось, вы совершенно вот по... Ладно, не буду повторять это слово. Вы мне своим стандартом и шаблоном ответили. Не нравится, не слушайте, выключите. Вот примерно так вы мне ответили. И вы отвечаете и другим так же, и еще грубее. Кстати, скажу, что вот это вот не нравится, не ешь, да, не нравится, не слушай, это официанты, хамы советские, да, были. Они, когда человеку есть нечего, ему приносили там бурду какую-нибудь, и говорили, не нравится, не жри, да. Это вот ответ из той оперы, так сказать. Ну, раньше таких поваров, не знаю, там, на дворе батагами били, который так бы ответил. Вы вообще-то, помимо всего прочего, помимо информации, там, приумножаете мусор в брань в эфире. И говорите, не нравится, не слушай, выключи. Но не забывайте, что вы сеете в космос и в наши умы вот эту билиберду, вот это мычание и вот эту похабную речь. Грубую, да еще, а теперь уже и похабную, почти матерную. Имейте совесть. Вы знаете, Алексей, вы для меня олицетворение вот этого столичного, зажравшегося снобизма. И еще так, может быть, это мне напоминает, когда вот эти вот водители маршруток, еще у них микрофон есть, они когда объявляют остановки или пытаются общаться с людьми в салоне, они там очень хамски с людьми разговаривают. Только вот потому, что по службе им положен микрофон в руках. И это им как бы дает возможность хамить безответно. Да, безответно. И вы тогда, когда мне нахамили, вы тут же вырубили эфир. Вы мне не дали даже ответить, хотя я, конечно, не хотел вам так же хамски отвечать. Но вы пользуетесь тем, что вы сидите на кнопке, хочу, включу, хочу, выключу. Хочешь слушай, хочешь не слушай. Хочу тебя обматерю, хочу, похвалю. Короче, хозяин. К сожалению, это эхо из Москвы. Не забывайте об этом. Каким эхом нам отдается вот это столичное хамство и спесь. Вот примерно на это я и нарисовал свой шарж. А вам, если Алексей не нравится, не слушайте и не смотрите. Учусь у вас. Всего доброго. До свидания. Вот, ну, не было ничего. Адвокаты же видели, и они об этом говорили подробно. Я думаю, что в данном случае, вот из того, что мы знаем, и даже из перечня документов, мы видим, что это было не так. Поэтому это из Москвы вопрос в судах, вопрос в судьях. И об этом надо говорить. От 10 до 20 лет. И это вам не какое-нибудь воспрепятствование деятельности журналиста. Это вам серьезная уголовная статья. Поэтому я думаю насмерть, потому что, в принципе, это кранты. Ребята, спасибо вам большое, те, кто был со мной этот вечер. Я с вами прощаюсь. Вот все для вас, дорогие мои. Всем пока. В эту суб... Попал? Вложился? Я ж отвык. Не пропустите.